Здравствуйте, уважаемые коллеги! Всем хорошо проходить. Рассказываем, что мы начинаем нашу конференцию. С вчерашнего дня большая делегация на должность президента Павла Николаевича Магурдина и на должность Самару Солидина. Мы благодарим вас за бесцеприимство. Сегодня мы отметили уже День студента, Татьянин день в стенах Государственного Института культуры. Посетили уникальные партификационный объект, из которого планировалось руководить нашей страной во время Великой Отечественной войны. Это Бункер Сталина. И сегодня мы сейчас проводим нашу пресс-конференцию. Я представляю участников нашей пресс-конференции. Кандидат на должность президента Российской Федерации, выдвинутый в Компартии Российской Федерации, поддержанный всеми патриотическими силами НПСР, Левым фронтом, широкими объединениями общественных организаций, Грудинин Павел Николаевич. Член Президиума ЦК КПРФ, секретарь ЦК КПРФ по международным делам, председатель Комитета Государственной Думы по делам СНГ и Евразийской интеграции и связи с соотечественниками, Ваш депутат, Леонид Иванович Калашин, представитель всех представителей в его великолепном выступлении на Центральном телевидении. Первый секретарь Самарского обкома КПРФ, заместитель председателя Самарской губернской думы, Лескин Алексей Владимирович. Я с удовольствием представляю, с нами присутствует представитель Центрального штаба ПДС НПСР Квачкова Надежда Михайлова. Я руководитель пресс-службы ЦК КПРФ, являюсь заместителем председателя Комитета по информационной политике Государственной Думы. Мы начинаем нашу пресс-конференцию и я с удовольствием передаю слово Леониду Валовичу Калашникову, который представит нашего кандидата и скажет по действию партии. Спасибо. Саша, дорогие друзья, товарищи коллеги, мы думаем, что в пресс-конференции все-таки кандидата в президенты, поэтому не будем прятать ваше время и понимаем, что вопросы не всегда приятные, иногда даже против этого права кассива. К этому нашему кандидату приходится привыкать, мои политики с этим давно знакомы. Надеюсь, что наша пресс-конференция будет проходить, может быть, в другой более дружелюбный обстановка, как это было в России, это мое предприятие. Но я все-таки должен вам сказать пару слов, почему мы выбринали кандидата в комференции. Мы его хорошо знали у нас в партии, хорошо знало руководство нашей партии. Кроме того, мы, знаете, проводили рейтинговый опрос в сфере, которая объединяет евросилы, где он получил уверенное большинство. В итоге достаточно сильные фигуры выступали. Он получил это уверенное большинство. И в этой связи, мы должны сказать, что мы строго следуем с некоторых времен к тому, что у нашей партии и на фронте левых сил происходит вот, в том числе и такое движение, если бы выделять авторитет на человека. Ну, а все остальные характеристики, по которым я вам мог сказать, почему партия предпочла полный плач Грудинина, они сложены очень просто вот в этой листовочке. Во-первых, и последнее, восьмое, и главное. В Грудинина есть программа действий, программа вывода России из Крыминка. О ней он, я думаю, свое слово нам всем расскажет. А то, что вы не поймете, я думаю, вечно у вас есть вопросы. Вы разрешаете? Я передаю слово Квачкову Надежде Михайловне, которую представит со стороны НПСР нашего кандидата Павла Николаевича Грудинина. Национально-патриотические силы тоже давно знает Павла Николаевича Грудинина. Я полностью присоединяюсь к характеристике КПРФ. Павел Николаевич у нас вошел в народные лидеры, и на первом съезде по ДСМПСР был в них выбран. А на втором съезде по ДСМПСР он вошел в пятерку народных лидеров, которых мы предложили для съезда КПРФ. И на съезде КПРФ как раз Павел Николаевич был выдвинут в кандидаты. Так что мы считаем его с нашей подачи. И желаем ему победы, не просто хороших результатов. Нам нужна, Павел Николаевич, победа. Спасибо большое. Еще раз всех с праздником. Мы все были студентами, и поэтому это такой общий праздник. Это лучшие годы нашей жизни, студенчество. Я думаю, все это помнят, и поэтому я вас поздравляю. Ну, вам раздали документы, и там 20 шагов Павла Грудинина, хотя на самом деле это объединенная программа, которую предлагает КПРФ, Национальный патриотический союз, постоянно действующее совещание, за которое голосовали все без исключения. Она не все включает. Мы ряд вопросов там еще до сих пор не осветили. И на этом есть причины, потому что объять необъятное невозможно. Но главное, что мы хотим добиться, это то, чтобы в России не было бедных. И для этого вот эти 20 шагов. Это и национализация природных ресурсов, которые принадлежат всему нашему населению, а не конкретно узкой группе людей. Это и прогрессивная шкала подоходного налога во всех странах мира, считаю, и у нас тоже. Несмотря на то, что я не бедный человек, вы об этом знаете, мы выступаем за то, чтобы была прогрессивная шкала подоходного налога, потому что люди, которые зарабатывают большие деньги, должны больше вкладывать в социальное развитие нашей страны. Это и совершенно другое наполнение бюджета. А мы считаем, что бюджет развития, это не тот бюджет, который сегодня принят. И он не может быть 15 триллионов. По нашим оценкам, он должен быть в полтора-два раза больше. И об этом тоже сказано. И как распределяются деньги в бюджете, тоже написано. Мы считаем, что не меньше 7% бюджета должно быть направлено на здравоохранение, на 7% на образование, на науку. Это позволит нам совершенно по-другому развивать нашу страну, участвовать наравне со всеми в мировых достижениях. Страна должна преобразиться. Вот эта новая индустриализация, которая написана в нашей статье, это очень важно в нашем программе. Вот мы сегодня обсуждали ситуацию в Самарской области. Мы абсолютно убеждены в том, что слова Евгения Микриевича Примакова о том, что 50% всех налогов должно оставаться в регионах, потому что не надо собирать деньги все в Москву, а потом распределять хороший губернатор, деньги дадим, плохой не дадим. Это абсолютно должно уйти. Должно быть изменено бюджетное законодательство, налоговое законодательство. Но если люди у нас станут получать достойные деньги в виде пенсии, в виде заработных плат, а у нас в этой программе есть, то появится необходимость развивать предпринимательство, именно свое предпринимательство. Потому что сейчас из-за отсутствия покупательной способности населения практически остановилось производство. Но именно преференции отечественным предпринимателям, о которых мы все время говорим, это и снижение административных барьеров, и снижение налогового времени, и возможность получать государственные субсидии. А у нас записано, что не меньше 10% бюджета должно быть направлено на поддержку села и сельских территорий. Об этом есть специальные пункты в этой программе. Все это основная задача государства. Государство должно обеспечить людей возможностью достойно жить. На сегодняшний день больше 22 миллионов бедных. Первая страна в мире, которая достигла удивительных результатов, работающие бедные. Об этом говорят в том числе и представители правительства. Все это недопустимо. Поэтому, если вы придете на выборы, проголосуете за наш блог, за программу, за шаги, которые предлагает кандидат президента Грудинина и его сторонники, то мы изменим ситуацию в лучшую сторону. У нас в этом нет сомнений. А вот ярким примером того, что можно сделать в нашей стране, является предприятие, о котором вы, наверное, неоднократно уже слышали, и это случилось еще, наверное, задолго до того, что меня выдвинули кандидатом президента совхоза имени Ленина. Это народное предприятие, о котором тоже, кстати, есть, о народных предприятиях есть пункт в нашей программе, которые направляют все деньги, по сути, на три вещи. Первая модернизация производства, улучшение жизни наших работников и пенсионеров, официальные программы. То, как мы живем, является ярким примером того, как могла бы жить вся Россия, вся наша страна, если бы мы не свернулись социалистического пути развития. И поэтому у нас такой лозунг «Мы за всех!» И есть разные лозунги в этой президентской кампании, есть против всех, а мы вот считаем, что за всех, за тех людей, которые живут в нашей стране. Вот мы сегодня встречались с студентами, в программе есть пункт, что государство должно обеспечить первое рабочее место каждому студенту. Что нужно обеспечить молодые семьи беспроцентными судами, как это сделано в совхозе Ленина, и не на грабительский процент на ипотеку, а именно, чтобы они знали, что у них есть нормальная достойная зарплата, достойная работа и возможность улучшать свои жилищные условия. И это должно обеспечить государство. Я вот вспоминаю эти же студенческие годы, могу сказать, что я, как молодой специалист, получил дом от своего совхоза, за который должен был платить 20 лет, и никто не пытался брать в меня процент в виде ипотеки. Вот к этому надо прийти опять. И это все возможно, если вы придете на выборы и проголосуете за нашу программу и за меня. Спасибо, я готов ответить на вопросы. Спасибо. Мы переходим к вопросу. У меня уведительное поведение. Сколько у нас, такие встречи, такие интересы, такие интересы, поэтому вы понимаете руки, но мы все вы представляете, что мы не хотим сказать. Давайте мы вот этот вопрос с офшорными считаниями сейчас поработаем. У меня только не в плане, не в плане морально-этическом, а в плане, в чем наша команда сработала. Мне очень интересно. Каждый раз мы начинаем не с программы, кандидат в президенты, а со счетов. И у нас в России как-то так получается, что всегда самое такое. Ну, давайте еще раз. Это, наверное, уже 27-й или 28-й раз, когда я отвечаю на этот вопрос. Никаких офшорных счетов у меня нет. Другое дело, что были, вы понимаете, что в Коммунической партии Российской Федерации и Блок Народно-Подобедских сил это единственные демократические процедуры, которые проходили при выдвижении кандидата. И до последнего момента, естественно, я не знал, что меня выдвинули. Да. Но есть время, которое дается кандидату, чтобы он закрыл все счета. И, кстати, это не офшорные счета, а обыкновенные счета в заграничном банке, которые никто не скрывал. Вы должны знать о том, что на соответствии с нашим законодательством, как только ты открываешь счет в банке, ты должен уведомить налоговую инспекцию, что я и сделал. Поэтому никаких секретов о счетах не было. Другое дело, что, может быть, в чем-то вы и правы, есть инструкция Центральной избирательной комиссии, в которой ты должен заполнять документы. В этой инструкции записано, что когда ты закрываешь счета, ты должен представить документы, и документы такие были представлены, но потом можешь производить уточнение. Что такое уточнение? Это когда вдруг ты выясняешь, что в банке открыли еще два транзитных счета без тебя, но транзитные счета открываются самим банком для того, чтобы провести операционную процедуру. А тут дается время в законе, чтобы ты уточнил данные. Но они были уточнены, ничего страшного в этом нет. Именно поэтому меня ЦИК зарегистрировал кандидатом, что я не нарушил закон вообще. А вот ошибка, которая была допущена при оформлении документов, когда в инструкции ЦИК написано, надо показать пакет акций и стоимость всех акций. Так и было сделано. Но из-за того, что написано не ценные бумаги, а ценная бумага, у журналистов и у блогеров возникла возможность умножить еще раз на 200. Из 24 миллионов получилось 7,5 миллиардов. У всех по-разному. У Владимировича 5 миллиардов, у Дукова 7,5. Естественно, все знают, и ЦИК на это дал исчерпывающий ответ, что никаких миллиардов у кандидатов президента Грудинина не могло быть, и их просто нет. А это просто математическая ошибка некоторых средств массовой информации. Но уже две недели. Я благодарен всем. Знаете, говорят, что любая информация про политика, кроме некролога, это хорошо. И мы все время отвечаем на вопрос. Нет у меня миллиардов. Все счета мои закрыты. Я зарегистрирован как кандидат в президенты. Спасибо вам большое за интерес к моим деньгам. Да. И прочитал два шага. У меня возник вот всего один вопрос, потому что в свое время другой кандидат в президенты, Михаил Дмитриевич, Прокров, он на него отвечал, для меня, честно говоря, неубедительно. Вопрос в том, что богачи, странный причем сервис богачи, богачи должны платить больше. И два момента. Вы относите ли вы себя к богачам? Второе, что мешало вам выступать с инициативами о том, чтобы богачи достаточно, не после 17-го года, когда вы уже знали, что вы будете кандидатом в президенты, а до этого. Нет никаких видеозаписей и публичных выступлений и инициатив по поводу того, чтобы богачи с прогрессивной шкалой облагались. Как вы можете это прогрессировать? Павел Николаевич Бусев? Да. Можно я сидя? А то получается, что вы встаете, а я сразу скажу, что вы не правы. Я выдвигался КПР в прошлом году кандидатом в депутаты Государственной Думы. Я до этого работал депутатом Московской областной думы. И везде, где я выступал, я говорил, что я за прогрессивную шкалу подоходного налога. Это было всегда. А если вы покопаетесь в интернете, найдете мои выступления на Московском экономическом форуме почти три года назад, на других площадках, в том числе и центральных каналов, вы обнаружите, что я такой красный директор, я не олигарх. Потому что разница между мной и олигархом в том, что я живу в том же доме, где и мои подчиненные. Я хожу по тем же улицам. Мои дети... Ваши задекларированные доходы, они же не малы. Почему не платите сейчас прогрессивные... Послушайте меня, я закончу. Я не плачу сейчас прогрессивный налог, потому что у нас законодательство. Я плачу налог в соответствии с законодательством. Это должны понимать. Но если вы спросили о будущем, если я стану президентом, то в Государственную думу Российской Федерации я внесу проект закона, и надеюсь, меня Государственная дума поддержит, чтобы сделать прогрессивную шкалу подоходного налога. Я считаю, что это правильно. И я считаю, что богатые должны платить больше. Я не знаю, что там Прохоров говорил. Тогда я точно знаю. Но он сказал, что он с миллиардов, и так больше нет. У меня большая просьба сформулировать один раз вопрос и дать им все-таки ответить. Не входите. Я считаю, что шкала подоходного налога удавалась следующей. Люди, находящиеся за чертой бедности или просто малообеспеченные, вообще не должны платить налог подоходный. Вот не дело, что мы, например, платим материальную помощь нашим пенсионерам ежеквартально. С этого платим подоходный налог. Они и так мало получают. Зачем еще их обладать каким-то налогом? И прогрессивная шкала, это значит, для бедных она ноль. А для богатых она может достигать 40,50% на каждый рубль. Потому что в нормальных цивилизованных странах мира люди платят подоходный налог, и никого это не беспокоит. Некоторые платят, знаете, до 85% подоходный налог. Но из этих стран никто не уезжает. Ну вот. И поэтому это абсолютно правильно. Я себя отношу к людям, которые получают достойную заработную плату. Уважаемые коллеги, и у меня большая просьба все-таки выдерживать этику пресс-конференции. И представители средств массовой информации знают, как это делать. Надо сформулировать вопрос и дать возможность ответить. У нас не дискуссия, у нас пресс-конференция. Спасибо. Пожалуйста, вот можно ваш потом. Вы, девушка. Да, вот свет. В черных вот сюда. Нет, за вами. Извините, не знаю имен, поэтому представьте. Анастасия Калесникова, редактор радио Курсомольская правда. Павел Николаевич, сейчас в действующей политической системе большое раздражение у населения вызывает работу диктат государственной войны. Есть насмешки, какие-то претензии обоснованные. Будучи президентом, что бы вы изменили в работе парламента российского и, если на ваш взгляд, какая-то идеальная может быть модель работы парламента в другой стране? Спасибо. Вот в нашей программе пункта 19 и 20 посмотрите. Я считаю, что прежде всего президент должен быть подконтролен вот этому органу, о котором мы говорим. Это записано вообще в демократических принципах. Парламент должен контролировать исполнительную власть и президента в том числе. Именно парламент должен нести ответственность, общую ответственность. Поэтому там есть предложение, что все министры правительства должны проходить согласование через Государственную Думу Российской Федерации. Мы с вами имеем то, что мы имеем. Я имею в виду однопартийный фактически парламент, где недопустимы, как сказал лидер один раз этого парламента, какие-то дискуссии. Я категорически с этим не согласен, потому что именно в споре рождается истина. Нельзя принимать какие-то решения, не выслушав оппонентов. Знаете, в некоторых парламентах мира сделано так, что если правящая партия, победившая на выборах, назначает председателя парламента, то обязательно пост, например, комитета по бюджету достается оппозиционной партии. То есть, вот эта система сдержек противовесов должна быть сделана. Но на сегодняшний день мы видим, что вот все благие инициативы, например, оппозиции, я имею в виду КПРФ, например, по принятию закона о детях войны, по принятию вот этой законно-погрессивной подоходной налоги разбиваются, а большинство. Поэтому я абсолютно убежден, что надо менять работу парламента, надо сделать его местом для дискуссий, надо, чтобы парламент слышал людей. Но, вы знаете, у меня есть много друзей во всех фракциях, я с ним в хорошем отношении, это вот как с журналистами. Выключается диктофон, и журналист говорит, слушай, ты абсолютно прав, но ты понимаешь, у меня задание. Надо, чтобы депутаты Государственной Думы работали не по заданию из властных структур, а по желаниям населения, они оторваны от жизни. Я абсолютно убежден в том, что парламент изменит свое отношение, как только президент получит вот он доверие от большинства населения. Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос. У нас бизнес-создание, поэтому немножко по бизнесу вопрос, но и связан с вашей программой. Вот один из пунктов программы, я прочитала, является тезис о том, что люди это главное настояние в стране. Вот меня немножко не спрашиваю, какой факт. В 95-м году был создан ваше зало у Сорхоза Милейна, и тогда у Сорхоза было около 200-200 вектора в земле, и было более 500-ти по-моему, парчиков. По условиям вступления в стране общества была как раз передача земельного пара на баланс вот этого зала. И в процессе как бы вот этого перехода количество парчиков уменьшилось на 100-шнем человек, но как бы это рабочий вопрос. И в принципе сама схема она рабочая, она применяется. Тут вопросов нет. Но вот сейчас некоторые из этих акционеров они высказывают недовольство, говорят о том, что якобы они не выражают согласие на переход на этот, подделаны, кто-то или не стыдится. И появляется информация такая, что людей даже как бы вонят с работы, не сидят из жилых помещений и как бы это происходит по вашей инициативе. Вы хотели приятности в этом моменте. И на одной из последних конференций вы сказали, что пальчиков осталось немного. Вот что значит осталось, что значит немного и когда они находятся, как вообще все это согласуется с вашей группой. Спасибо. Вы же бизнес-создание, да? Да. Давайте попробуем рассказывать терминами. Хорошо. Совхоз имени Ленина в 95-м году преобразовался в акционерное общество из коллективного сельхозпредприятия. Коллективное сельхозпредприятие было создано в 91-м году. Но самое интересное, что это был особый порядок, потому что плодопитомнические хозяйства, тепличные комплексы, предприятия с большой мелиоративной сетью, у них был особый порядок. У нас никогда не было паев. Земля принадлежала коллективу совхоза и находилась коллективно совместная собственность. Коллективно совместная собственность предусматривает, что никто не может выделить какой-то пай, а это все находится в видне всего коллектива. А когда мы акционировали в 95-м году, а это было желание всего коллектива, то 526 работников совхоза подписали все учредительные документы, где земля переходила в основной капитал. В каких паев не было. Если вы помните, в 96-м году, а мы живем тогда не по законам, а по указам президента Ельцина, и реформировали себя по указу от 93-го года о реализации совхозов и колхозов. В 96-м году Борис Николаевич Ельцин, выбираясь, захотел получить всенародную поддержку. Тогда была дана команда всем земельным комитетам выдать паи. И произошла ошибка, когда вдруг, помимо того, что у нас была общая коллективно-соместная собственность на земле и один большой документ на 200 или 2000 гектар, одновременно выдали еще и паи 417. Не выдали, а попытались выдать. 417 паев, хотя вы правы, акционеров было 526. Но мы в судах доказали, что акционерное общество, созданное ранее, внищевшее все земли в уставной капитал не может быть одновременно разделено на паи. Не бывает одновременно и акций и паев. Вы это понимаете как бизнес? Да, но мы теперь долго выиграли все суды для верховного и время от времени директор совхоза избирается куда-то. Как только он начинает избираться, появляются недовольные люди, которые вдруг вспоминают, что можно что-то поиметь. Ну и, как правило, это либо с помощью рейдеров. Вы знаете, что совхоз пережил пять рейдерских атак, а все рейдерские атаки начинаются первое с уголовных дел на руководителя, второе с недовольствием миноритариев, которые хотят что-то получить. Вдруг, вы помните, что в 95 году мы акционировались, через 11 лет некоторые миноритарии вспоминают, что они как будто бы не подписывали членительный договор. Прошло 11 лет. И начинают говорить, что это не наши подписи. Выясняется, они естественно пишут в милицию, сразу вам могу сказать, что рядом с лесовой дорогой вести сельхозбизнес довольно сложно. Тебя все время пытаются каким-то образом захватить твои земли, сделать коттеджными поселками или какими-то торговыми центрами. И они вдруг говорят, слушайте, там подделка. Но поскольку директор совхоза сам никогда никаких документов не принимал, для этого есть отдел кадров, руководители подразделений, выясняется, что большинство из тех, кто заявил, что их подписи недействительными, врут. Показали, что подписи их действительные. Потому что там среди них бывший главный бухгалтер, который все время подписывал документы. То есть образцов почерка очень много. А у тех, у кого образцов почерка мало, там есть два или три человека, которые не подписывали никаких документов, а которые были подписаны, ну у них платежные поручения были подписаны, больше десяти лет прошло, они просто уничтожены по бухгалтерскому балансу. Мы можем подтвердить, что это их подписи. И поэтому они сказали, слушайте, может быть, это подписи не их, но доказать, кто в чьих интересах это сделано, вы знаете, любое преступление, надо сразу спросить, чьих интересах. Если бы они не подписали, они просто получили бы денежную компенсацию и не стали акционерами. И вдруг выяснилось, что кто-то в их интересах подписал, как они считают учредительные документы, и они стали акционерами. Теперь вопрос о уменьшении количества акционеров. Вы знаете, что самые большие рейдерские атаки происходят через миноритариев, которых просто покупают на детакции. И это случилось после того, как в 2002 году был принят закон об обороте земель с их хозназначения, земля вдруг стала товаром. Мы же относимся к земле как к средству производства. И нам нужно было защищать свое хозяйство, потому что появились ребята очень симпатично одетые, с чемоданами, с деньгами, которые сказали, слушай, миноритарий, давайте нам свои акции продавайте, хотя это запрещено законом, потому что у нас закрыто акционерное общество. Тогда мы вынуждены были начать скупку акций совхоз, ну, топ-менеджерный. Почему? Потому что мы приняли решение, до сих пор это решение действует, мы никогда не выплачивали дивиденды. Мы все деньги направляем на три вещи. Я вам рассказывал, на какие-то улучшения жизни, социальные программы и помощь нашим пенсионерам. Ну, в общем, то, что мы делаем всегда. И мы не выплачиваем дивидендов, но простым акционерам это непонятно. Но они получили деньги, которые им предлагали, даже не меньше, а больше, чем предлагали вот эти рейдеры, но и отказались от своих акций и продолжают работать. Предприятия, которые вокруг нас находились, а всего в нашем районе 11 предприятий, все попали в лапы рейдеров, потом эти рейдеры захватили предприятия, уничтожили все производство и теперь мы единственные, кто производит все коспродукции на территории района и вообще рядом с Кольцевой дорогой. Наша вина в чем? То, что мы не выплачиваем себе дивиденды, то, что мы сохранили предприятия и увеличили производство продукции, причем у нас самые модернизированные технологии, которых нет даже за рубежом. Нет, вроде как нам никто претензий не предъявляет, а вот эти вот акционеры, которые появляются в выборы, ну там их осталось там 3 или 4, может 5, они все время говорят, слушайте, отдайте нам 3 гектара, мы их продадим, но это не наш путь, поэтому мы выиграли все сутки, мы абсолютно уверены, что мы правы, но если вы приедете в Сархоз, поймаете любую пенсионерку, она скажет, слушай, я довольна, у меня все хорошо, потому что мы им помогаем вовсеместно. Спасибо вам большое. Спасибо. Вопросов очень много, Павел Николаевич, он дает очень полный исчерпывающий ответ, краткий, поэтому мы для того, чтобы все успеете, давайте у нас есть вот ваш вопрос, потом вы. Нет, вот сзади последний ряд, нет, последний ряд женщин, да, представляете. Представляете. Наиле Абдукаримова, село Новая Кармала, Кошкинского района, это самая-самая глубинка Самарской области. Павел Николаевич, скажите, пожалуйста, каким образом будут решаться проблемы сельской жизни? Закрываются больницы, школы, детские сады и маленькая феноматика. Просто я напоминаю, что у нас для средств массовой информации просто на будущее у нас кто поднимает руки, представляет средства массовой информации. Спасибо. В нашей программе есть пункты 5 и 6, посмотрите на них внимательно. Мы абсолютно убеждены в том, что сильный президент это не сильная Россия. Сильная Россия это когда регионы развиваются, именно такие, как наш с вами, вот как село. Больше 40 миллион наших сограждан живет в сельской местности. А получилось так, что они лишены элементарных денег. Главное, бюджетная обеспеченность. Вы знаете, что такое бюджетная обеспеченность? На душу населения, например, богатая Москва тратит в десятки раз больше денег, чем на сельское население. И это недопустимо. Поэтому прежде всего написано, что не меньше 10% бюджета должно направляться на развитие села и не на агрохолдинги, а именно на те предприятия, которые живут и работают вот как вы. Их работу, главная задача государства сделать доходным сельхозбизнес, доходным. И это увеличит налоги. Второе, что нужно сделать, это, конечно же, перестать считать деревню черной дырой и вот это вот местом, где живут, неудачно. Государство должно, на мой взгляд, это обязанность государства, поддерживать сельские территории больше, а не меньше, чем город. Это ненормально. А я об этом говорил на слушании в Государственной Думе, когда Москва тратит на плитку больше 90 миллиардов, а на все село тратится 240. И это просто недопустимо. Нужно перераспределить бюджетные деньги. Но главная задача государства это дать возможность вам зарабатывать, нам с вами зарабатывать. Если ты производишь натуральную продукцию, то не должен иметь конкурентную борьбу с фазификатом. Ты не должен платить бешеные деньги за тарифы, а у нас есть это в программе, что тарифы должны быть снижены, особенно для производителей. Не дело, когда стоит рядом электростанция и себестоимость электричества 40 копеек, а тебе его почему-то по 6-7 рублей продают. Это недопустимо. Что тебе говорят, не поднимая цены на свою продукцию, одновременно вы знаете, что в этом году солярка подорожала больше, чем на 8%, а на самом деле в некоторых регионах и гораздо больше. Что нет газификации. В самой, скажем бы, богатой газом в стране мира 65% только газификация сел и деревень. И это должно сделать государство. Государство должно обеспечить село нормальными условиями жизни, потому что просто разговорами о том, что оставайтесь в селе, вот вы будете тут жить, скажем, плохо, но недолго, государство этого делать не должно. Вы знаете, что в госпрограмме написано, что средняя зарплата на селе должна быть половина от зарплаты в городе. Это в госпрограмме. Поэтому правительство Российской Федерации должно поменять все госпрограммы и обратить внимание на сельскую территорию. Вот это все находится в программе 20 шагов, и мы с вами в одной лодке. Спасибо. Пожалуйста, Ваш вопрос. Потом переходим на эту сторону. Дмитрий Петухов, Александр Михайлович, у меня вопрос. Вы являетесь кредиатурой, движенцем с постоянной действующим собранием национально-патриотической силы России. Однако, с этой предъявленной компанией вы не используете их символику. У вас впечатление, что вот эти дистанцируются? У меня. Сразу скажу, что у меня есть штаб. Председателем этого штаба является Геннадий Зюганов. Заместитель председателя этого штаба Филин Владимир Иванович это руководитель постоянной действующего совещания. Вы же видите, что помимо представителей КПРФ здесь есть представители ПТС, НПСР Надежда Михайловна и мы все время все делаем вместе. И когда мы выступали в Питере, рядом сидел Юрий Юрьевич Болдырев и у нас общая программа сказать, что это вот 20 шагов от программы Грудинина и КПРФ это неправда, потому что все, вот каждый из этих пунктов был согласован. И у нас есть мнение по всем вопросам, в том числе и по внешнеполитическим и оно полностью совпадает. Это было сложно, мы согласовывали все позиции. И есть, скажем так, начало, вот любой штаб начинает работать как-то. Понимаете, и идет такой процесс притирки. Но во всех наших мероприятиях участвуют представители ДСН, ПСР и КПРФ на равных условиях. А я, как единый кандидат, высказываю мнение, согласовав это с двумя структурами как минимум. Хотя на самом деле в нашу коалицию входит еще вообще весь левопатриотический блок, он входит, и левый фронт Сергея Удальцова, и огромное количество других людей. Мы представляем опасность для власти именно потому, что мы объединились. Это должны понимать. И поэтому столько грязи льется сейчас на меня со всех сторон. Спасибо за вопрос. Нам, конечно, очень сложно, потому что мы идеологически разные. И вот приглись в эту борьбу. Кто-то наступает на свои идеи, кто-то на другие. Но вчера у нас прошло совещание совместно здесь у нас в Самаре. И мой сосед обещал нам, что добавит в символику наши символы и левого фронта, и национал-патриотических сил. Обещайте? Я коллеге-блогеру скажу, вы же когда представили, сказали, что беспартийный. Грудинин Павел Николаевич, кандидат в президенты. Беспартийный. Я тоже беспартийный. Об этом должны знать. Спасибо. Пожалуйста, Павел Николаевич. Виталий Патуркин, партнер 163. У меня вопрос. Хоть мы не бизнес-ургани, мы тоже по бизнесу. Вы в 2008 году продали, по-моему, 18 гектаров за 29 миллионов компании ТС-девелопмент. 20 миллионов чего? 29 миллионов рублей. А кому принадлежала эта компания ТС-девелопмент? И почему вы напрямую совхозный продал потом, если тем не менее, какие там самые небольшие деньги? У меня уже все коллеги знают ответ на этот вопрос. Даже студенты Института культуры. Ваш председатель там куда? Нет, я, конечно, могу все время отвечать не на то, как выйти из кризиса, а как создавался ТТ-девелопмент. И я вообще-то сейчас не подписывался в этом многосерийном фильме по поводу того, что ответьте опять на ТТ-девелопмент. ТТ-девелопмент предприятие, которое было создано совхозом вместе с одним юридическим лицом, которое представляло японскую компанию. И первоначально, в 2008 году, если вы хорошо знаете эту историю, мы внесли в установной капитал, который составлял вот эти деньги, это установной капитал, земельный участок. Там должен был располагаться бизнес-объект «Японский дом». Это очень серьезное было мероприятие. Японцы пытались вложить огромные деньги в этот проект. Но помните, в 2008 году, что произошло в мире? Кризис. И все инвестиции, в том числе японских компаний, они, к сожалению, прекратились. Тогда из уставного капитала вышла эта компания, и вы там видели, там есть другие частные лица, которые представляли эту компанию. Они сейчас до сих пор работают с японцами, возглавляют крупнейшего дилера. Это все можно найти. А компания ушла под контроль совхоза имени Ленина. Вот и все. Но вы должны видеть, куда были потрачены деньги тетэдевелопмент. Это следующий вопрос. Обычно вы же продали часть земель тетэдевелопмента. Да, там 88%. Но так эти деньги потом все пошли в совхоз имени Ленина. Ну, за исключением вот тех денег, которым там все так сильно беспокоятся, с которыми, кстати, тоже были уплачены налоги. Но эти деньги, поступившие в совхоз Ленина, были потрачены на строительство школы, которую является теперь визитной карточкой совхоза и считается одной из лучших школ мира. Я вас приглашаю в совхоз. Мы походим по этой школе. Вы поймете, куда были потрачены народные деньги нашего народного предприятия. И после этого у вас все вопросы отпадут. вы себя позиционируете и предпочтения Я никогда не хотел идти в ЛДПР, потому что у меня на поле до 6 тысяч человек бывает и они разных политических взглядов. Это не значит, что я все их разделяю. Но вы должны понимать, что вообще-то любой человек, у него есть принципы. Если эти принципы совпадают с принципами какой-то политической партии, а потом эта партия, а вы знаете, после того, как я ушел, называли эту политическую партию, которую вы упомянули, «Единую Россию», и ты видишь изнутри, что эта политическая партия превращается в партию, которую в том числе и ваше издание иногда называло партией жуликов и воров, то ты должен уйти из этой партии или поступить со принципами. С этим вы согласны? Если у тебя принципы не совпадают, а помните, какой был скандал? Если вы хорошо знаете мою политическую историю, я вам расскажу, что на самом деле это было, выглядело так. Я вообще-то вступил в 1999 году в «Единство». Это была другая политическая партия. Я стал доверенным Сома Владимировича Путина, потому что я действительно в Московской области оболошился с коррупцией, говорил правду. И нас тогда, их было немного, нас всего было пять депутатов областной думы, мы создали фракцию «Единство». А потом постепенно эта партия превратилась, после того, как в нее вошло Отечество, вся Россия и другие партии, в другую партию. И в нее я уже не вступил. В «Единую Россию» я не вступил. Но потом мы очень интересно меняли законодательство. Тогда стать депутатом любого, в том числе областной думы Московской, можно было только по спискам политической партии. Тогда я пришел к губернатору Борисовичу Громову, который в этот момент был со мной, и я с ним в очень хороших отношениях, и сказал, «Слушайте, я же со вкусами Ленина, я же коммунист, отпустите меня в коммунисты, я по спискам коммунистов пойду». И коммунисты тогда хотели меня выдвинуть. Он сказал мне, «Слушай, нет, ты пойдешь по моим спискам, по спискам моей партии». Меня за две недели приняли в «Единую Россию». Но это случилось неожиданно. Да, я попал по спискам «Единой России» в областную думу, а дальше слышали или видели фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих». Вы посмотрите, как я там выступал. Как я выступал против Кузнецова Алексея Васильевича, который руководил Минфином первым замом Громова. Что я говорил по поводу коррупции в Московской области. Ну и потом сложилась естественно ситуация, в которой меня попытались исключить. И исключить хотели верхи, а не низы. Потом, значит, у них это не удалось. А потом я сам написал заявление и вышел из этой партии, хотя был депутатом Московской областной думы. Это был такой демарш. У нас было очень мало таких людей по России, которые не согласны с тем, что происходит внутри партии с ее действиями. Потому что нельзя говорить одно, а делать совершенно другое. Голосовать по-другому. Поэтому мы вышли из партии. А потом в 2011 году эту партию стали называть, как вы это уже знаете. А дальше вопрос нашего коллеги, журналиста. А что делать с теми, которые народу обещают одно, а голосуют совершенно по-другому. Я думаю, что все честные люди тоже, как я, должны выйти из этой партии. И сейчас я беспартийный, но мои принципы, вы абсолютно не правы, посмотрите, как мы живем в совхозе, и мы эти принципы на протяжении многих лет предваряли в жизнь своей работой. И принципы КПРФ и принципы национально-патриотических сил, они совпадают в этом. Да, мы все хотим, чтобы не было бедных, чтобы народные богатства распределялись между всеми. Что если написано в Конституции образование, здравоохранение должно быть бесплатным или не должно быть бесплатным, где вы видите расхождение? То, что сделано в совхозе, это практически программа 20 шагов, которую мы предлагаем. И поэтому я всегда стоял на этих принципах. И не являюсь сейчас каким-то членом партии, я не каким-то, а я считаю, что КП это единственная партия, у которой, кстати, есть демократические процедуры. Вы же слышали, как они меня выдвигали. Вы скажите, какая еще политическая партия так выдвигала кандидатов в президенты? Так, пожалуйста, наш вопрос. Только я прошу, если представитель средств массовой информации, то, пожалуйста, так у нас будет срещаться. Вы на честь обозреватель газеты «Завтра» на «Средней Волки». Евгений Ширкович. Ну, подвозьте, Павел Николаевич, прямо перед вопросом вести из Самары вот эту вещь. Я думаю, у нее неплохая характеристика. Значит, после того, как она стала продаваться в Государственной Думе, возник и остервенев в гостеп США, и, значит, после этого и устами Колина Павла, и Роман Куниева. Вопрос. Сейчас множество заброшенных пустынных земель, заросших сорняком, уже не подлежащих рекультивации. Значит, вот тут мне предоставили наши службы некоторые данные. У нас в России принадлежат шведскому инвестиционному фонду Black Air Farming 300 тысяч гектаров сельского хозяйства. Они держат их под своим патронажем и контролем. Литовская компания Агровил 50 тысяч гав Черноземья имеет и контролирует. Датская компания Тригон Анг Капитал контролирует и скуплено 150 тысяч гектаров в районах Пензы и Самары. Это только вершина Айсберга. Потому что многие даже главы администрации в районах не знают кому принадлежат земли или знают что это фиктивное лицо которое их купило. Если у вас состоится быть президентом как вы к этому вопросу относитесь и что вы намерите делать? Спасибо. Вообще-то я член общественного совета Минсельхоза и являюсь экспертом торгово-промышленной палаты заместим председателем комитета торгово-промышленной палаты по сельскому хозяйству. Сразу скажу что мною изучено вдоль и попереку. Вернемся к тому что сельское хозяйство и сельхоз работники будут работать только в том случае если государство обеспечит доходность бизнеса. Вы знаете что в разных странах мира по-разному я имею ввиду европейские страны доплачивают за гектар обработанных земель а американцы делают так чтобы бизнес вязь был выгоден путем раздачи бесплатных талонов населению свыше 70 миллиардов долларов ежегодно распределяется минсельхозом США среди мало обеспеченных чтобы поддержать фермеров это минсельхоз США делает потому что если нет спроса то предложения не будет мы же к сожалению сделали интересную вещь мы поставили во главу угла интересы топливных и других олигархических групп при такой цене на энергоносители при таком нищем населении развитие сельского хозяйства невозможно сколько не уговаривать поэтому прежде всего надо изменить экономическую ситуацию государство может сделать так что производство литра молока будет выгодным а производство литра бензина не очень мы помним с вами советское время когда литр бензина стоил 10 копеек а молока стоил 27 копеек за литр сейчас вы видите какая ситуация поэтому надо изменить экономическую ситуацию в стране и это есть в программе второе вот у нас есть закон обороте земельского значения там написано что никто не имеет права продать земли иностранцам но вы сейчас озвучили совершенно правильные данные потому что различным путем нарушения закона даже не нарушения а дырками в законах воспользовались и крупные оглохолдинги на самом деле все принадлежат олигархическим группировкам которые хранят акции в офшорных компаниях мы это с вами знаем прекрасно мало того они еще и получают львиную долю госдотации что категорически на мой взгляд неправильно и поэтому нужно вернуться к тому принципу что землю это надо отдать крестьянам помните сто лет назад Владимир Членин имени которого назван мой совхоз сказал что землю крестьянам и нужно вот я сейчас скажу революционную вещь конечно но крупные агрохолдинги должны быть национализированы и земля должна уйти в государство потому что земля это не товар земля это средство производства и вот посмотрите что делает Китай несмотря на то что у него вся земля находится в государственной собственности выдается на 49 лет в аренду и они обеспечивают сохранность земель сихосназначения а также увеличивают производство сихоспродукций раньше они поступали по другому и сильно на этом нагорели вы знаете какие там экологические проблемы у нас же территория которая может производить огромное количество органической экологически чистой продукции которая необходима нашим людям но если мы запустили в нашу страну пальмовое масло всякие суррогаты вы никогда не сделаете так чтобы сельское хозяйство было прибыльным поэтому государству надо изменить экономическую политику и политику по отношению к питанию вообще спасибо пожалуйста вопрос потом переходим на следующий ваш вопрос сейчас пожалуйста давайте давайте очередь я вас очень прошу у нас еще работает 20 минут вы все успеете задать вопрос вы все успеете задать вопрос спасибо давайте слушаем Воронов Виктор беспартийный блогер у меня первое пожелание Павлу Николаевичу потому что его штабы на местах к сожалению слишком медленно раскачиваются и я как человек грешным делом занимающийся бардовской песней имеющий связи по всей стране то есть я не знаю что ребята тычутся в закрытые двери и не могут найти как агитировать за Павлом Николаевич это пожелание активизировать штабы на местах а вопрос у меня как человека долго жившего на Дальнем Востоке по Дальнему Востоку потому что я вот в октябре проехался от Сахалина до Новосибирска поездами там реальная разруха там реальная китайско-северокорейская экспансия там полнейший бред происходит с этим самым бредневосточным гектаром который все больше напоминает Ваучина ибо скорость по моему гектару начнут скупать объединять и выкидывать ближайшие оттуда ну и как бы ситуация уже такая что вам в фору отправляют гуманитарность когда он в конволье не в зону на Дальнем Восток потому что сейчас на Курилах нет бензина вообще есть там мелкие запасы и бензина просто не больше до 100-150 рублей можно я сердечно признаюсь Виктор Воронов мой институтский друг которым мы вместе начинали учиться в Московской институте сельхозпроизводства Негорячкина который потом бросил нас и уехал в приходку вот это моя молодость спасибо за вопрос я надеюсь что мы еще тут увидимся могу вам сказать что вообще это целая программа программа если говорить Дальний Восток то конечно же никакими дальневосточными гектарами ничем не привлечить сюда людей нужно заниматься развитием наших территорий а для этого нужны деньги в нашей программе написано что не меньше 50% от всех доходных источников должна оставаться на территории территории не должны быть нищими они должны развиваться не хуже а может быть даже лучше чем центр чем Москва чем крупные города тогда оттуда перестанут высасывать ресурсы людские ресурсы ресурсы которым богаты территории и вот кстати в Самарской области такая же ситуация когда-то не дотационная а достаточно успешная область вдруг стала дотационной и это можно поднести также к Дальнему Востоку второе конечно же как только ты становишься президентом ты начинаешь отменять законы которые наносят ущерб всей стране такой же такой закон есть территория приезжающего развития этот закон должен быть отменен потому что этот закон практически ставит интересы крупной олигархической группы или иностранцев выше интересов в России там перестают действовать российские законы там начинается вакханалия что мы в том числе и видим второе вы можете сколько угодно обещать что эта территория останется российской но если вы запустили огромное количество иностранных граждан дали им преференции то вы потеряете рано или поздно эту территорию поэтому развитие должно быть совершенно по-другому пути там нужно дать преференции отечественному производству и одновременно сделать так чтобы все иностранные иностранные инвестиции шли только через российские объекты поэтому у нас в этой в нашей программе все это есть вот но но Виктор мы с тобой знаем что главное чтобы люди почувствовали что есть изменения к лучшему я думаю что если мы начнем реализовывать собственную программу в ближайшее время Дальний Восток и все остальные увидят что жизнь меняется в лучшую сторону что у кого-то меньше яхты становится или их вообще нет а вот деньги на школы детские сады на то что вы твоя скажем так знакомая получила квартиру имея четырех детей и чтобы ты за это деньги не собирал со всех бардов вот это должно произойти люди должны понять что власть о них заботится это главное в моей программе спасибо пожалуйста я одну минутку буквально секунду здесь присутствуют представители ПДС МПСР города Самары вот встаньте пожалуйста вот они есть ним пожалуйста обращайтесь и ППРМ представители пожалуйста тоже штаб наш общий штаб обращайтесь к ним записывайтесь помогайте нам распространять информацию спасибо давайте не будем взрывать порядок определяющий вашу победу вопрос секундочку давайте мы дадим все-таки давно молодой человек тянет руку здесь Верхний Алексей Новый редактор Панкайч вы правильно новый человек российской полиции помимо того что вы представители райсовета видно вместе с тем до 20 до 20 год выходили в единую Россию затем вышло в Рео Новости как написано что вы как-то назвали еще я матом не ругаюсь это их проблемы вопрос не есть ли ваша попытка выдвижения президента попытка спасти свой бизнес от каких-то возможных негативных последствий тех захват которых вы говорите интересный вопрос да то есть как раз я вызвал огонь на себя чтобы мой бизнес развивался вот так задали вопрос да я думаю что я не камикадзе я прекрасно понимал на что я иду но это никакого отношения к моему бизнесу не имеет я думаю что как раз бизнес пострадает в каком смысле мои работники не хотят чтобы я уходил из совхоза они хотят чтобы я остался они за мной считают что они как за каменной стеной но если ты что-то сделал в маленьком масштабе и у тебя это получилось все без исключения в том числе мои оппоненты с разных политических партий сознают что у нас это получилось знаете я вам сейчас интересную вещь расскажу если вы откроете сайт предвыборный президента российской федерации моего как говорят основного конкурента и вы зайдете на сайт увидите что там есть раздел про детские сады и откроете фотографии вы обнаружите фотографии детского сада совхоза Ленина представьте то есть мы все из исключения в том числе и мои оппоненты признали что у нас действительно получилось сделать территорию социального оптимизма вот и мы хотим это развить на всю страну распределить я знаю как это сделать и поэтому меня объединенные силы выдвинули в качестве кандидата в президенты вот хотя прекрасно знали что у меня есть заграничные счета что у меня есть бедные больные родственники все это было известно никто этого никогда не скрывал поэтому я не лгу я говорю правду что если люди придут а их придет должно прийти очень много и проголосуют за нашу команду мы изменим жизнь к лучшему мы это показали на деле вот и все спасибо у меня большая плод смотрите у нас сейчас через 10 минут будет встреча с общественностью где могут задать вопросы все представители общественной организации сейчас я подчеркиваю вопросы средств массовой информации поднимите руки средств массовой информации пожалуйста можно здесь а потом девушка потому что я обещал вам мы сторону меняем самара считается космической страной России и космическая отрасль не важна для экономики города и региона но без поддержки стирального центра конечно развивать отрасль невозможно вот как вы считаете на что нужно делать на производство новой ракетоносителей ангара или на базе наших традиционных союзов разрабатывать новую тяжелую ракету но понятно что государственная программа не подтянет и необходимо как выиграть если вы думаете что кандидат в президенты эксперт во всех вопросах или корифе всяческих наук то вы ошибаетесь именно поэтому за моей спиной огромное количество специалистов только Геннадий в своем докладе назвал больше 25 человек и около 20 предложил национальный политический фронт которые тоже вошли в эту общую команду которые специалисты во всех вопросах ну таких вот что касается ангары и союза и всего остального но я абсолютно убежден что та социалистическое социалистическое прошлое и те успехи в космосе которые скажем так достигла страна из которой мы появились а мы с вами родились в Советском Союзе их нужно не только поддерживать нужно развивать потому что это конкурентная конкурентная отрасль в нашей стране еще живы и инженеры и я вам больше скажу я тут был на кировском заводе тракторном вы не представляете насколько у нас талантливые люди средний возраст работников завода 36 лет они делают трактор который ничем не уступает иностранным тракторам я знаю Джон Дир и Дойтс но одновременно у них стопроцентная локализация то есть они практически все да не практически все даже программное обеспечение разработали сами и делают конкурентоспособные трактора нужно дать инвестиции вы это должны понимать государственные инвестиции особенно в космический отрасль это основное что должно быть вот когда вы сказали ну государство нет денег это обман потому что кто-то же взял деньги и построил крупнейшую яхту и это обошлось в 600 миллионов долларов почему эти 600 миллионов а это наши с вами деньги вы же понимаете никто я что-то не вижу там среди олигархов билогейцев российских это деньги перераспределенные туда а их надо было распределить на космическую отрасль и стать действительно конкурентоспособной и не надо чтобы иностранные спутники заваливались потому что кто-то неправильно рассчитал как вы помните да амплитуду и мы все это с вами видим нужно обеспечивать достойную зарплату инженерно-техническим работникам и они перестанут ошибаться им нужно перестать воровать знаете да как строили космодром всем это стало известным ну в общем вы понимаете о чем я говорю да но главное что во всех отраслях должны быть профессионалы специалисты когда министерство которое занимается промышленностью командует спортсмен это недопустимо на мой взгляд профессионалы должны прийти во все отрасли спасибо у нас остается буквально 10 минут давайте сблиз несколько вопросов давайте вот девушку которая давно тянет руку и нет может быть возможно пожалуйста иначе не будет никакой работы секундочку давайте я вам еще раз обращаю внимание для средств массовой информации ничего личного понимаете есть при себе вот поэтому у нас блогеры задают вопросы достаточно дайте представитель средств массовой информации я вас очень прошу парал сеттрафик меня зовут Ксения Маянова вы говорите что вы не используете офшор тем не менее 20% вашего совхоза имени Ленина принадлежит табилисскому офшору бонтру ЛТД если это не ваша доля тогда чья она чья это офшор поясните пожалуйста вы слышали про защиту бизнеса да если один из акционеров захотел спрятаться за офшором мы не можем ему помешать но я например а у меня помните если вы так хорошо знаете акционерный капитал у меня 44% акции вот я перед вами сижу и система такова что мои специалисты главные специалисты вы видите эти фамилии они все работают в совхозе или там к сожалению некоторые уже умерли но все равно их родственники здесь и контролируют все количество людей которые все находятся в России и вы это видите а если кто-то из акционеров решил так сделать но это его право я ничего не могу ему помешать понимаете да потому что я один из акционеров не более чем спасибо так пожалуйста вот устины коллега и Владимир Спериагиан независимый журналист блогер Москва вопрос такой как известно идет на выборы как самовыдвижение за его спиной не написано Единая Россия у вас за спиной написано ПРМ тем не менее вы педалируете на том что вы беспортический выставляетесь после имени Ленина создаете впечатление что вы используете ФРМ для продвижения в большую политику согласны не согласны со мной и вообще Владимир Ильич одобрил бы ту деятельность которую занимаетесь вы вам очень много вопросов задают по сделкам с землей единственное я поправлю что блогеры не являются спецсредствами массовой информации насколько много вопросов я просто понимание прошу отнести я буду ответить на ваш вопрос но просто на будущее говорю на 10 минут мне очень приятно что из Москвы приехал блогер который хочет задать мне вопрос мне очень приятно что мы обратились к Владимиру Ильичу вы же понимаете что это невозможно я недавно был в Мамзолее честно он не отвечает на вопросы но если бы вас спросили как он видит будущее России он взял бы вас за руку и привел в совхоз и показал что вот именно так потому что там все бесплатно для детей для пенсионеров там думают о людях поэтому я абсолютно убежден что Владимир Ильич одобрил бы нашу работу что касается педалирования всего остального ну вы же сами говорите что да демократическими процедурами КПРФ и НПСР выдвинуло меня потому что действительно я своим трудом показал что социалистические принципы даже в этом олигархическое даже не капиталистическом а олигархическо клиптократическом обществе возможно что мы в отличие от других не воруем доходы вот тут видите сколько оказывается у меня доходов а они все пошли в дело потому что предположить себе что олигарх построил бесплатные детские сады и школы и потом отдал это бесплатно детям невозможно и поэтому я не олигарх я красный директор я предприниматель и вы это знаете а вот если меня выдвигает политическая партия которые я абсолютно согласен в принципах которые предлагает принять закон о детях войны дать возможность пенсионерам жить достойно дать возможность молодым специалистам получать беспроцентные суды на строительство жилья почему я должен отказываться я не понимаю спасибо я немного подавлю действительно вот много вопросов которые по существу задавались по уровню локализации сказал Павел Николаевич что процент на Кировском заводит по молодой специалистам по всем другим вопросам которые присутствуют в Самарской области в полной мере я вам как молодой специалист приехавший в Самарской я вам могу сказать по уровню локализации была довестна когда Буандерс предыдущий генеральный директор рассказывал сказку президента Бутина о котором мы только что говорили будучи в Сочи на Литвяде то есть зимний о том что 85% это была наглая ложь и мы все итальянцы это знаем и потом мы эту правду доносили вот этот комплекс фактора по которому выдвинула партия наша она заключается в двух простых словах образец который вы можете найти в этом совхозе раз и в третьих он Павел Николаевич сказал я не вру вы приезжайте посмотрите а вот то вроде которое вы видите и благостер и ну к сожалению участие с него сегодня в очередной раз мы должны послушать так уважаемые коллеги давайте знаете как последние блиц три вопроса важны девушка вот вы и еще тогда с этой стороны вот ваш вопрос я вас прошу с пониманием потому что вот например девушка задала вопрос даже не дослушала убежала у нее задача задать мы с вами встретились ответить а вопросы по существу пожалуйста давайте ваш ваш девушка задавайте на ТВЦ скажите пожалуйста ЦИК собирается вам вынесить предупреждение потому что считает что ваша агитация не была оплачена и на забирательное уходное как на самом деле это такое дело вы хотите чтобы я комментировал то что хочет ЦИК но когда оно захочет оно даст мне предупреждение мы на это ответим но у меня же штаб работает вы думаете я сам какие-то решения принимаю по этому вопросу они утверждают что выходных данных нет а также слушайте а вот например руководитель моего штаба разговаривал с одним из блогеров прямо достал эту газету и показал ну как же нету вот же они если кто-то чего-то не видит ну у него там со зрением плохо это же не значит что мы единоваты поэтому это но на сегодняшний день насколько я знаю меня об этом редко информируют но информируют никаких предупреждений у нас нет значит я добавлю как у нас выходила газета которая информирует население политической партии обязаны информируют о том кого она выдвигает кандидата президента именно поэтому это информационный билетей газеты правда то что вы арестовали это беспрецедентное давление на распространение информации поэтому ваш вопрос нет нет насколько адекватно вы оцениваете свое участие в этом спектакле за неизвестным результатом то есть победы путина и второй вопрос эхо москвы самара и ваше отношение к цензуре в свете запрета показа комедийного фильма смерть Сталина спасибо вы когда не слышали такой вот комедийный сериал распятие Иисуса Христа да это вообще нормально вы считаете вот я считаю что это ненормально то есть можно конечно смеяться надо всем но есть какие-то вещи над которыми смеяться просто недопустимо вот я так считаю а что касается вот этого спектакля а представьте себе на секунду возбужденные люди а вы понимаете с одной стороны это дальнобойщики с другой это шахтеры которые зарплату не получают с третьей стороны это люди которые ехали на тракторах они доехали до царя их остановили на поступок обманутые дольщики которые по всей стране не знают что делать заплатившие деньги люди которые слышат что у них зарплата свыше в два раза чем средняя по региону на самом деле не получающие этой зарплаты или получающие копейки едва сводящие концы концами что думаете они так и сидят и думают что им нужно дальше так сидеть молчать а если они все придут на выборы и проголосуют кто не сможет фальсифицировать выбор почему почему вы так считаете вы знаете что рано или поздно все это если не решать эти проблемы о которых мы говорим приведет к бунту или революции знаете какая разница между бунтом и революцией да бунт это когда побеждает власти а революция когда бунтовщики побеждает но вам что нужно великие потрясения что ли я считаю что у нас есть демократические процедуры которые позволяют демократическим путем изменить ситуацию в стране для этого надо прийти на выборы и проголосовать тем кто говорит что не ходите на выборы это враги просто потому что плохую власть избирают хорошие граждане которые не идут на выборы люди должны прийти и проголосовать и это тогда фальсифицировать будет невозможно и поэтому вопрос решается о будущем страны на этих выборах поэтому я уверен что мы победим если люди поймут и придут и никто не сможет это фальсифицировать спасибо последний вопрос и потом мы переходим на встречу с общественной организации пожалуйста Вы наверное знаете что были проблемы получения в самаре для людей в ваших встречах скажите пожалуйста вы как вы вы довольны работе вашего штаба в самаре и в какой раз вы никогда не с кем-нибудь обсуждали действия своих друзей людей которые вас поддерживают но это по меньшей мере неэтично поэтому только одно вы думаете самарский штаб работает прекрасно я всем удовлетворен но вы же сами в каждом вопросе половина ответа вы что не видите что из Москвы приезжают блогеры за мной ездят что огромное количество информации которая не соответствует действительности распространяется я конечно им благодарен что они такое внимание к моей кандидатуре привлекли но у меня это вызывает такие вещи первое все поняли что я не проект Кремля и не проект Госдепа все поняли что я мы не я мы представляем опасность что мы говорим о том о чем думает большая часть нашего населения наших людей наших земляков и мы являемся единственной скажем силой которая панирует власти серьезно мы предлагаем пути выхода из этой ситуации в которую попала наша страна поэтому нас боятся а что вы думаете кто-то думал что все отдадут скажем так без борьбы борьба предусматривается борьба грязная предусматривается в том числе у нас такое общество которое не останавливает вранье к сожалению хотя я тут рассказывал знаете кто спас меня от журналистов которые носились за мной по аэропорту таксисты они взяли и сказали ну-ка быстро отсюда и бесплатно таксист пытался меня бесплатно увезти сказал давайте вы только денег платите почему нет это было в москве потому что они знают как живет совхоз они мимо совхоза ездят аэропорт домодедово и они знают что мы на самом деле я имею ввиду как мы как коллектив как я себя представляю поэтому на нашей стране поддержка миллионов десятков миллионов людей вы посмотрите по самаре тоже в аэропорту самара ко мне подходят люди которые говорят спасибо вам большое вы молодец но это все больше ничего не надо и поэтому я уверен что мы победим вот тут молодой человек сомневается что мы зафиксируем свой результат это может быть но что мы победим это точно спасибо спасибо уважаемые коллеги мы завершаем нашу пресс-конференцию мы сейчас переходим в соседний зал спасибо спасибо и